Семёна Гайсинского зал приветствует стоя. Сегодня известному сочинцу 95. Свой юбилей он празднует в широком кругу. Здесь не только близкие и родные. В зале первые лица города, ветераны и те, кто в своей жизни после встречи с контр-адмиралом теперь уж наверняка будет на него равняться. Каждый с цветами и подарками, ну и, конечно, со словами благодарности за мирное небо. Вы настоящий герой, которым всегда будут гордиться и наш народ, и наша страна. И, конечно, мы, сочинцы, которые имеем честь быть рядом с вами, вас приветствовать, вас обнимать и гордиться тем, что у нас есть такая возможность. Им действительно гордится вся страна. Гайсинский получает поздравления из разных его уголков, в том числе от президента. Семён Гайсинский поистине человек эпоха. Родился в Симферополе. Войну 19-летний курсант Высшего военно-морского училища начал на Балтийском море, а в 20 получил своё первое из восьми серьёзных ранений. Он был ранен в голову во время налёта на Новороссийск. Истекающего кровью моряка посчитали мёртвым. Мне сразу же, тут, конечно, сразу же прибыли санитарные машины. И меня сразу, не задумываясь, поместили, в чём мама родила, в морг. Тот день, когда одна из медсестёр случайно обнаружила, что он всё ещё жив, Семён Гайсинский считает своим вторым днём рождения. И в шутку говорит, мне не 95, а всего 75 лет. Он выживал там, где гибли тысячи. Выстоял в обороне Ленинграда, Севастополя, Кавказа. На его груди 52 награды. Но самое важное, говорят его родственники, это история. Это память о тех страшных событиях, которые в семье Семёна Израилевича передают из поколения в поколение. Действительно, мы историю в нашей семье изучали именно по рассказам и моего папы, и дяди Сени. Я очень хочу, чтобы молодёжь, наше поколение никогда не забывало историю войны. И наша обязанность передавать это из поколения в поколение. Сегодня на груди Семёна Гайсинского появилась очередная награда – знак признания и почёт сочинцев. Бывший моряк через всю жизнь пронёс любовь к морю. Здесь, на Черноморском побережье, встретил свою любовь. В послевоенные годы в Сочи он на 30 лет сменил военную форму на строительную спецовку и посвятил свою жизнь одной из самых мирных профессий. Сегодня он занимается патриотическим воспитанием подрастающего поколения, ведёт активный образ жизни, пишет стихи. В свои 95 Семёна Израилевич сохранил военную выправку и военные привычки, оптимизм и жизнелюбие, и, что важно, острый ум. И он точно знает, в чём секрет долголетия. Нужно любить жизнь и не обманывать жизнь. Тогда и она отплатит тебе добром. Вот и всё.